МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Её зовут Ван Мон. Она в Китае более 10 лет вот такая вот знаменитая, что её все любят, хвалят, слушают. И первые вот её слова, которые она увидела, «О, Боже мой, это русская, русская! Какого чёрта она поёт китайские песни? Я её беру, всё, никому не отдам». Практически сразу, как Мила вернулась в Барнаул, ей сообщили, что в декабре в Пекине начнутся съёмки и работа с наставниками. Но возвращаться девушка не торопится. Говорит, сначала нужно закончить вуз. К тому же в гостях хорошо, как говорится, а дома-то лучше уж кому-кому, а ансамблю песни и танца Алтая это известно. Под крышей дома своего, так они назвали свою программу, которую открывают новый концертный сезон. Ансамбль был создан в 2011 году, так что нынче у коллектива первый юбилей. За пять лет Алтай стал по-настоящему уникальным коллективом. Он объединил в себе различные жанры сценического вокально-хореографического искусства. В юбилейный год нашего ансамбля мы бы хотели пожелать всем счастья, добра, любви и, конечно же, всех-всех благ. В концертном зале «Сибирь» новый сезон стартовал. Через пару недель его откроют и филармонии. 23 сентября симфонический оркестр представит программу, посвященную 175-летию со дня рождения чешского композитора Антонина Дворжика. Русский камерный оркестр города Барнавула пока работает только для детской публики. Официально сезон музыканты откроют в начале октября концертом с участием народной артистки России Татьяны Ворожцовой. К открытию сезона готовится и духовой оркестр. Их концерт состоится 19 октября. Вместе с нашими исполнителями выступит человек-оркестр Вениамин Несоедов. Так что следите за афишами. Кирилл, говори. Говорю-говори. Ты ж любишь поболтать. Вот, кстати, для таких, как ты, запускаем новый конкурс. Да, Лена. Называется поэтический батл «Говори». Это литературный проект, который мы уже проводили. И вот спустя год открываем второй сезон. Правда, в другом формате. Первый этап батла назначен на 28 сентября в одном из музыкальных баров Краевой столицы. Организаторы обещают что-то вроде проекта «Минута славы». Подать заявки можно в нашей группе в социальных сетях или на нашем сайте. Обязательные условия принимаются исключительно в свои произведениях. Кирилл, вот когда я говорю «наивный человек», ты какого представляешь? Доверчивого, похожего на ребенка. Хорошо. Ну а если наивная живопись? Простенькая и легкая для восприятия. А ты вообще, Лена, к чему это интересуешься-то? В галерее Турина гора открылась выставка. Там представлены работы в стиле наив. Московские художники Павел Николаев и Ирина Максакова создают любопытные яркие образы на деревянной основе. Искусствоведы говорят, сложно определить стили авторов. Их творчество напоминает русский лубок. В нашем городе подобных мастеров нет. На выставке под названием «Жили-были» представлено около 30 картин. Наивная живопись проводят в Барнауле до конца сентября. После отправятся покорять зрителей других городов. А вот представители молодежных театров со всей страны собираются к нам в гости. Мы их ждем 23 сентября на фестивале имени Валерия Золотухина. Жанры разнообразны. От комедии до драмы. Особое внимание классики. Согласно афиши, зрители увидят постановки пьес Вильяма Шекспира, Николая Гоголя, Антона Чехова, Михаила Зоченко. Из современной классики Захар Прилепин, Владимир Гуркин и даже школьник из Ростовской области Андрей Руденко. Фестиваль ожидается масштабный. В Барнауле будут задействованы большие и малые сцены молодежного театра Алтая, краевого драматического и театра музыкальной комедии. А сейчас Юди, так называется танцевальная группа, которая скоро выступит в Барнауле. В ее составе ребята из Томска. Они исколесили весь мир и набирают тысячи просмотров в глобальной сети. Скоро Юди отправится в гастрольный тур по Сибири. До этого как-то все по зарубежным странам приходилось путешествовать. 26 сентября свою необычную программу шоу «Невозможное без границ» представят в Барнауле. Говорят, это будет битва добра со злом, света и тьмы. Но это мотивация, это мотивация. Жить, не ныть и, не знаю, не корить себя, что ты плохо живешь, хуже других, потому что все начинается с тебя, как с личности. На сегодня это все. Мы прощаемся с вами. До следующей пятницы. Пока. Продолжение следует...